Дай почитать В духе рыцарских романов с королем, принцессой, драконом, злым магом и придворным медиком. Действие разворачивается среди мрачного средневековья в среду. Что значит мрачное средневековье? Электрического света нет, лампочек накаливания, автомобильных фар, карманных фонариков, дорожного освещения тоже нет. А есть только ворону, угольно, смоляно, мрачное ночное средневековье. Вилли, долли, улли, три ослика. Тащут повозку кукольников. Мама дик, папа дик. Их сын с непроизносимым именем. Анаксимандр Хаструбель Хризус Томас. В жизни просто малыш. А еще они тащат множество марионеток. И вот малыш пропадает, родители безутешны. А непослушное дитя отправилось устраиваться к рыцарю Родриго оруженосцем. Но на самом деле рыцарь-разбойник Родриго Грубян был совсем не тем, кем его считали люди. Внешне он был очень внушителен. Двухметровый рост, сажень в плечах, густая черная борода, свирепый вид. Но при внешности волкодава его душа была душой Маргаритки. А слухи о своей подлости и подвигах он сам же и распускал. Почему? Да он хотел покоя и мечтал заняться тем, что любил. Сажал картофель, разводил овощи, а главное, пестовал свои любимые кактусы, которые были ему как дети. Малыш вторгается в жизнь рыцаря Родриго, а затем, желая заслужить должность оруженосца, отправляется совершать подвиги во имя своего господина. В книге много смешного и, разумеется, невероятного. Написана она с юмором, читается легко и весело. Почти все герои этой книги добьются едва ли не самого желанного в этой жизни. Заниматься тем, чем хочешь. Запутанная, но такая милая история. Ноль плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать! Дай почитать! Дай почитать! Продолжение следует...